здравствуйте уважаемые друзья с вами роман душкин это видео шпаргалки мы продолжаем изучение искусственного интеллекта как одной из сквозных экономик сквозных технологий цифровой экономики и это очень важно поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал ставьте лайк и вот это вот все сегодня у нас довольно интересная тема я надеюсь я вам сейчас покажу нечто необычное что вам запомнится и тема нашего сегодняшнего разговора это диагональный процесс диагональный процесс назовем ее так тема довольно сложная необычная и я хотел бы начать издалека вспоминаем теорию множеств георг кантор определил множество как многое мыслимое как единое это такое наивное определение которое сегодня не используется в математике используется аксиматизация как формальной системы о чем мы говорили но георг кантор вот как такую интересную фразу и собственно он ввел такое понятие как кардинальное число множество кардинальное число это число элементов множества допустим если есть множество неплохое название множество а и в нем есть допустим шесть элементов то кардинальное число множество а обозначает вот так равно 6 окей кардинальные числа понятно давайте второй момент нужно рассказать как сравнивать множество допустим есть множество а в нем есть ну зачем я его рисую если она уже есть допустим у нас есть еще множество b в нем есть вот некоторое количество элементов кардинальное число множество b равно 5 как сравнить какое множество мощнее мощнее это значит его кардинальное число больше надо просто взять и сопоставить элементы дать другим цветом элементы друг другом сопоставить один к одному допустим вот так так вот поставим и вот так и вот в том множестве где у нас остался остались лишние элементы вот том но множество является более мощным мощное множество окей прекрасно возьмем множество натуральных чисел n ну расширенность плюс 0 1 2 3 4 и так далее это множество бесконечно потому что для любого n мы можем взять его следующее число помните аксиоматику пианота которая уже рассказывал и какое бы число мы не взяли n мы всегда можем взять следующее за ним и так далее или бесконечно теперь возьмем множество четных чисел назовем его n пополам вопрос какое множество более мощные не следующие в математике гуманитарии скажет множество натуральных чисел но это в корне неверно потому что мы берем вот этот вот процесс который нам подсказал георг кантер и сопоставляем элементы множества смотрите очень просто множество натуральных чисел состоит из таких чисел 0 2 ненатуральных отчетов 4 6 8 и так далее и до бесконечности она тоже бесконечно но каждому элементу множество натуральных чисел с нулем мы можем сопоставить один ровно один элемент множество четных чисел и обратно и функция которая переводит элемент функция которая переводит элемент из множества такого множества такого она равна такая такая x творится все очень просто я попить равно дворец вуаля знаете такая есть присказка есть в космосе где-то отель бесконечность которая одним концом уходит в черную дыру и значит там никогда нет свободных мест и вот значит скучающий парке в отель бесконечности в отеле бесконечности встречает нового посетителя и мест нет куда поселить посетить парке хитрый человек он все это прекрасно знает он говорит ничего не переживай он перед переселяет каждого жильца который уже живет в отеле бесконечности следующий номер из номера n в n плюс 1 и селит посетителя во первом окей приезжают пять пар молодоженов в этот номер в этот отель и соответственно парке переселяет каждого жильца в номер n плюс 5 и первые пять освободившихся номеров отдает 5 парам молодоженов что делать если приедет бесконечное количество математиков приехавших на конгресс по математике со всех уголков вселенной вселенной бесконечное количество математик от места отеля нет партии тут не сплаз не сплоховал и соответственно переселил каждого текущего жильца в номер а 2 n то что мы сейчас сделали а всех математиков поселил в нечетные номера 1 3 5 и так далее и бесконечное число вместе вот бесконечность она такая с ней управляться достаточно сложно окей идем дальше возьмем множество целых чисел которые от минус бесконечности минус 3 минус 2 минус 1 0 1 2 3 так далее до плюс бесконечности какое множество мощнее множество целых чисел или множество натуральных чисел тут вы уже задумаетесь и скорее всего скажете наверное они равномочны ну да это так потому что любому элементу множество натуральных чисел можно сопоставить 1 и ровно 1 элемент множество целых чисел и обратно взаимно однозначное соответствие будет каким она является предлагаю подумать вам самостоятельно вот эту функцию разработки давайте посмотрим множество рациональных числа это числа вида м делить на н где где м принадлежит целым числам а н н принадлежит натуральным числам без плюсика то есть н не равно нулю 1 2 3 бесконечности каких какое множество более мощное н или д они все также равномочны потому что если мы сделаем вот такую вот здесь н здесь н здесь м здесь 0 1 2 3 4 здесь соответственно 1 2 3 4 минус 1 минус 2 минус 3 минус 4 то для н 0 n не равно нулю первое число вот это будет потом мы перейдем к этому числу потом он перейдет к этому числу а потом мы перейдем у нас у нас сеточка потом берем к этому числу потом к этому к этому 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 и так далее. Можно ходить по некой траектории, которая охватывает числа одно за другим. Функцию написать достаточно сложно, но если запрограммировать, это все будет однозначно и взаимное соответствие будет сохранено. Таким образом, множество натуральных чисел, множество рациональных чисел тоже взаимно однозначно отображаются друг на друга, и они равномочны. Хорошо, рассмотрим множество действительных чисел. Real. Действительные числа, это числа, которые не могут быть представлены вот в таком вот виде, ну вернее, так скажем, натуральные числа входят в множество целых чисел, множество целых чисел входит в множество рациональных чисел, а множество рациональных чисел входит в множество действительных чисел. Но вот как бы вот это вот вхождение одного множества в другое не значит, что они неравномочны, Они могут быть равномочны. Что касается мощности множества рациональных и действительных чисел R, то вот тут надо посмотреть. Смотрите. Надо понять, какой мощностью обладают множество действительных чисел. И это достаточно сложный вопрос. Но Георг Кантер показал, что эта мощность больше, чем множество натуральных чисел. То есть больше бесконечности. Что может быть больше бесконечности? Давайте посмотрим. Предположим, мы выпишем все действительные числа. Начиная и сопоставим их всем натуральным числам, которые вообще есть. 5 и так далее до бесконечности. Это у нас такая таблица сопоставления. Первому мы сопоставили какое-нибудь вот такое число и так далее. Второму мы сопоставили вот какое-нибудь такое рациональное... О, действительно число. Третьему сопоставили. Четвертому. Третьему. Да, мы с нуля начали. Допустим, до четверки сопоставили нашу любимую пиф. 3,14, 159, по-моему. И так далее. Мы выписали все действительные числа в такую таблицу до бесконечности. Теперь давайте построим новое действительное число. Почему я все время не путаю? Новое действительное число, которого заведомо нет в этой таблице. Возьмем все числа, которые находятся на диагонали. И так далее. И теперь выпишем это число. 0, 2, 5, 3, 5 и так далее. Теперь сделаем такую магическую штуку. Мы все цифры в этом числе увеличим на единичку. А девятку превратим в ноль. Ну, то есть у нас такая как бы 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И мы как бы этот вот такой вот циферблат повернем на одно деление по часовой стрелке. То есть ноль превратится в единичку, единичка в двойку, двойка в тройку, а девятка в ноль превратится. Понятно, да? И мы получаем такое число. 1, 3, 6, 4, 6 и так далее. Внимание, вопрос. Почему вот этого числа нету в этой таблице? Вы уже поняли. Его нету, потому что оно отличается от любого числа в этой таблице какой-то цифры. Вот той цифры, которая стоит на диагонали в этой таблице. И это диагональный процесс Кантера. Ну что ж, я надеюсь, вам было интересно узнать, что такое диагональный процесс Кантера. И как Георг Кантер показал, что мощность множества действительных чисел больше, чем мощность множества натуральных чисел. Их действительно больше, хотя и тех, и других бесконечностей. Но бесконечность множества действительных чисел мощнее, чем бесконечность множества натуральных чисел. Есть гипотеза. Она называется гипотеза континуума. И она гласит о том, что мощность множества действительных чисел равна 2 в степени бесконечность мощности множества натуральных чисел. Эта бесконечность называется алиф 0. И вот алиф 1 – это 2 в степени алиф 0. И бесконечность, которая мощность множества действительных чисел, как раз равна алиф 1. Но это пока никто не доказал, континуум гипотезы не доказаны. Собственно, диагональный процесс Кантера понадобится нам при рассмотрении доказательства теоремы Гёделя о неполноте и проблемы остановки машины Тьюринга. Поэтому это была такая техническая видеошпаргалка, но я надеюсь, она была вам интересна. Поэтому оставайтесь на связи, обязательно подписывайтесь на мой канал, если еще не. Я пытаюсь рассказывать на пальцах вот этих вот самыми простыми словами замысловатые сложные темы. Надеюсь, сегодня это у меня получилось. Но обязательно, если что-то непонятно, пишите комментарии. Всего вам доброго и до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok